Привет, друзья! Когда мы с вами приходим в университет, в кинотеатр, в библиотеку, то нас с вами фактически заставляют сдать наши вещи в гардероб. И в 99% случаев над гардеробом висит вывеска, что администрация за оставленные вещи ответственности не несет. Если честно, то со студенческих лет поражался этому обману. За каждую оставленную вещь администрация отвечает. Смотрите почему, объясню. Сдавая вещь в гардероб, вы фактически заключаете договор хранения. И не важно, что при этом вы не подписываете никакие бумаги. Сам факт того, что гардеробщица принимает вашу вещь и выдает вам номерок, и есть подтверждение заключения договора хранения. Даже если после того, как вы отдали шубу на хранение, например, в гардеробе ночного клуба, вам на руку поставили печать с номером вешалки, то уже считается, что договор хранения заключен. С этого момента гардероб должен обеспечить сохранность вещи. Ну а вы можете мне, например, возразить и сказать, что гардероб принимает вещи на хранение бесплатно, и за сохранность своих курток и шапок мы им ничего не платим. И вы будете правы, не платим. Но на основании статьи 902 Гражданского кодекса при безвозмездном хранении гардероб все равно обязан в случае кражи возместить нам стоимость куртки. А если наши куртки, например, оторвут рукава, то администрация обязана нам выплатить компенсацию за повреждение вещей. Все мои слова подтверждаются судебной практикой. Ссылки на некоторые судебные дела я приведу в описании в комментарии этого видео. Если вам будет интересно, можете зайти и посмотреть их. И когда в следующий раз вы увидите надпись, что администрация за оставленные вещи ответственности не несет, знайте, этот обман рассчитан на наше с вами незнание законов. А если это видео было вам полезно, то отправьте его друзьям и знакомым. Репостните его в социальные сети, а также напишите комментарий, на какие еще темы снять видео. Субтитры сделал DimaTorzok